Добрый вечер! Сегодня 16 сентября, 567 день аннексии Крыма. Время новостей в эфире ЗАМАН. Продуктовая блокада Крыма начнется в это воскресенье в полдень. Об этом в парламенте заявил председатель Межлиса Крымско-Атарского народа Рифат Чубаров. По его словам, все три дороги, ведущие из материковой Украины в Крым, будут перекрыты для грузовиков с украинскими товарами. Для людей и легковых автомобилей никаких препятствий не будет. Чубаров отметил, что блокада будет длительной. Лидер крымских татар пригласил всех народных депутатов присоединиться к акции. Депутаты заявление восприняли аплодисментами. 20 вересня о 12-й године в день нам будут перекрыты для вантажевых, что перевозят товары до Крыму, все три дороги, которые ведут в материку до Крыму. В тот же час перемещение людей и легковых автомобилей остается бесперешкодным. В Верховной Раде должны быть рассматриваться законопроекты народных депутатов, которые спрямованы на вырегулирование вопросов взаимодействия материковой Украины с окупованным Крымом. Стоит быть отменен закон о свободную экономическую зону Крым. Мы должны быть достойным проведением свободной экономической зоны на территории Херсонской области, которая прилегает к Крыму. В Государственной Думе России акцию крымских татар назвали пиаром. Представители фракции «Единая Россия» заверили. Рифат Чубаров и Мустафа Джемилев просто решили напомнить о своем существовании заокеанским спонсором. Своё участие в продовольственной блокаде Крыма подтвердила организация «Правый сектор». Акцию, которую инициировали лидеры крымских татар, «Правый сектор» расценивает как двойной удар. По московским интересам и по нынешней украинской системе предательства и сдачи государственных интересов. В конце этой недели бойцы запорожского «Правого сектора» отправятся к южным границам Херсонской области на помощь крымско-татарскому народу. Крымские активисты и правозащитники не одобряют акцию по блокаде ввоза украинской продукции в Крым. Советуют с оккупантами бороться правовым способом и обвиняют украинские власти в непоследовательности в политике возвращения Крыма. Украина не знает, какая в ней вообще государственная политика о Крыме и, во-первых, о людях. Надо призначитесь, мы говорим про территорию Крыма, або мы говорим, прежде всего, про то, что там есть люди, это 2 миллиона граждан Украины. И у Украины есть обязанность. Я не верю в то, что после этой акции действительно будет возможность правозащитникам потрапить в Крым. Я не верю, что прекратится переследование. Скажите, пожалуйста, есть такая человек, которая действительно считает, что если, дорогие народные депутаты Украины, пан Джемильев и пан Чубаров, остановят вантажевку, которая везет ежу в Крым, то после этого Российская Федерация, оккупант, звольнить Савченко и Смедляева. Один из фигурантов столкновений 26 февраля, отец четверых малолетних детей, крымчанин Али Асанов, который уже полгода находится под арестом, рассказал о запугивании со стороны российских спецслужб. Об этом он написал в своем письме к другому арестованному фигуранту этого дела, заместителю председателя Межлиса Крымских Татарах Тему Чайгозу, который уже 8 месяцев находится под стражей. Словам Асанова ФСБ запугивает его 20-летним сроком и обещает, что сидеть он будет за 6 тысяч километров от родины. Асанов отметил, несмотря ни на что, ложных показаний давать не будет. Обвинения в отношении наших ребят, они необоснованные, и их заставляют лжесвидетельствовать не только клеветать на себя, но и клеветать на других людей. Но к чести наших ребят и Мустафы Бегерменджи, и Али Асанова, и Ахтема Чайгоза, никто из них не дрогнул. Я считаю, что настоящие сегодня национальные герои, и их пример, их мужество должно настолько вдохновлять. Акция памяти Георгия Гангадзе и других погибших украинских журналистов проходит сегодня в разных городах Украины. Президент Петр Порошенко возложил цветы к мемориальной доске памяти погибших. В Киеве акция памяти началась в 18.30 у здания Национального союза журналистов. Подробности в вечернем выпуске «Заман». Проблемы со строительством, коррупция, глухота российской власти к трудностям горожан. Жители Алубки пикетировали здание Ялтинской городской администрации. Участники пикета держали в руках различные плакаты, в том числе к председателю российской администрации Крыма. Аксенов, разберись. Также крымчане жаловались на ликвидацию системы здравоохранения в Алубке, банкротство санатория «Зеленый мыс» и захват земель олигархами. Конфликт вокруг Евпаторийской соборной мечети Хан-Джами продолжается. Представители Таврического муфтията отказываются покидать культовое сооружение и препятствуют представителям Крымского муфтията проводить намазы в мечети. Все подробности в сюжете. В феврале этого года Духовное управление мусульман Крыма выиграло суд по возвращению мечети Хан-Джами в Евпатории. Представители Таврического муфтията назвали это судебное решение незаконным и обжаловали его. С тех пор прошло немало судов. И несмотря на то, что Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляционные жалобы представителей Таврического муфтията, освобождать мечеть они не собираются. В последний раз 3 сентября при исполнении судебными приставами судебного решения Эльмар Абдул-Ганиф отказался покинуть мусульманское культовое сооружение. И не дал назначенному в сентябре прошлого года имамам мечети Хан-Джами с Кендерами Метову провести внутри помещения намаз. Сторонники этой общины, они собрали много людей и обманным путем, якобы муфтият хочет закрыть мечеть, собрали бабушек, дедушек. То есть планировалась провокация. Прокомментировать что-либо руководство Таврического муфтията нашей съемочной группе отказалось. Крымские мусульмане не одобряют происходящий конфликт вокруг мусульманского сооружения. И по-разному относятся к этому факту, что занимающий место имама Эльмар Абдул-Ганиф должен покинуть мечеть. Джамат наш, то есть к имаму никаких не имеет претензий. То есть наоборот, мы хотели бы, чтобы наш имам продолжал свою работу здесь. Наши дети здесь будут приходить к нему, учиться, знания получать. А нам приходят, какого-то имама предлагают другого. У нас как бы не спрашивает никто, да? Это же неправильно. Я считаю, что это неправильно, когда у нас появляется несколько муфтиятов. Каждый толкует по-своему, доказывая свою правоту и свои права на исторические, в первую очередь исторические сооружения. Потому что их муфтиятская мечеть, это не просто мечеть, а мечеть с очень большой и глубокой историей, которая обязательно, мне кажется, должна быть под покровительством духовного управления муфтията, и под муфтием Эмир Али Аблаевым. Хотелось бы, чтобы, конечно, мирным путем разрегулировались конфликты, чтобы мусульмане, конечно, между собой не конфликтовали. Желательно было бы, конечно, чтобы сохранились дружественные отношения среди народа. Это очень важно. В этой тяжелой ситуации я нашему народу, всем нашим лидерам, желаю только одного. Вместе мы силой, и мы сможем добиться всего, что мы хотим и что нас ждет впереди. В основном управлении мусульман Крыма заявили, мечеть и все имущество находится на их балансе. И какие-либо переходы без их согласия невозможны. Думк уже подала жалобу в прокуратуру Крыма. Крымчане при Украине могли только мечтать о таких зарплатах, как сейчас, заявил Сергей Аксенов. По словам главы российской администрации Крыма, рост зарплат работников бюджетной сферы в этом году составил 157%. Цены же на продовольствие в Крыму растут еще быстрее. По некоторым позициям цены на продукты догнали уже московские. А зарплатам до столичного уровня еще далеко. Здесь такие низкие зарплаты. Я приехал с Калининграда сюда, и здесь вообще кошмар. Здесь вообще работать нет смысла. 8 тысяч, 10, 12, 14 тысяч. Вообще, ну, зарплаты ужасные, конечно. Здесь с такими ценами, которые здесь как бы лучше... Ну, нет смысла просто жить даже, честно говоря, здесь. В нашем возрасте, наверное, нам слишком многое не надо. Единственное, что, конечно, в отпуск съездить я никуда не могу. Ну, а безбедно прожить можно. Если я в Украине получала тысячу гривен, то в переводе на российские деньги это где-то... Это около 4 тысяч. Сейчас у меня пенсия 11 тысяч 200 рублей. Я себе могу позволить то, что никогда не могла позволить при украинской пенсии. Что зарплаты маленькие у молодежи, это, да, маленькие зарплаты. Конечно, мечтой не назовешь. А цены, конечно... 10, 11, 12 тысяч, это не зарплата. А в основном такие зарплаты. Цены потом на квартиру платить за коммунальные очень... Цены растут ежемесячно почти. Так что жиловато молодежи, конечно же. А мы, старый народ, привыкли, перебиваемся. Информации об особенностях оформления шенгенских виз для крымчан в Украине не хватает. Такие данные для жителей полуострова предоставляются только посольствам и визовыми центрами пяти стран Евросоюза. Германии, Греции, Эстонии, Чехии и Польши. Об этом сообщили аналитики общественной инициативы «Европа без барьеров». Чтобы получить шенгенскую визу Греции и Польши, крымчане должны обратиться в консульство и визовые центры в Одессе. Для визы Германии только в Киеве. А для шенгена в Чехию надо обратиться в отделения Киева, Днепропетровска и Одессы. Активисты также сообщили о существовании теневого визового рынка. Из такого теневого рынка послуг вона свідчить про то, что насправді не все консульства Европейского Союза, зокрема те, которые находятся в России, дотримаются встановлений уже правил самим Европейским Союзом. И, на жаль, подвольные стандарты в визовой практике, как и существовали, так и продолжают существовать. Единая Россия – артель преступников. Так партию власти окрестил скандальный политик Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР на сессии Госдумы выступил с докладом о сфальсифицированных выборах губернатора Амурской области. В ответ на реплики депутата Единой России Ирины Родниной Жириновский не на шутку разбушевался. Помолчать! Вы видели что-то там! Бессовестная сидишь здесь, фигуристка! Провал идет! Вы Байдан готовите! Мы выйдем только, чтобы вас не было здесь в Думе! Тогда молчать нужно сидеть! Лидер партии выступает! Сидите, смотрите, у меня мозги композируют! Нам противно с вами в одном зале быть! В одной стране быть с вами! Вы не партия, вы преступники! Преступники вы все! Вся Единая Россия и весь ваш фронт! Преступники! Во Львове живет более двух тысяч переселенцев с Востока и Крыма. Как они адаптировались к условиям жизни в новом для них месте узнавали наши корреспонденты. Дарья одна с пятью детьми, двумя своими, тремя соседскими, приехала во Львов после продолжительного обстрела ее дома в Луганске. Четыре месяца жила в одной из больниц города. Сейчас вместе со своими родителями и детьми арендует однокомнатную квартиру. Работу до сих пор не нашла. Сами снимаем жилье и очень острый вопрос в этом стоит, потому что государство никакой помощи не оказывает в этом плане. Сколько мы уже не обращались, никаких сподвижек, ничего нет. Все наши средства, которые мы получаем, уходят именно на оплату аренды. Екатерина, мама Дарьи, до сих пор не может забыть пережитые страхи. Я очень плакала долго. Справилась с этим, тяжело было вообще. Это было жутко. Передать это нельзя, понимаете, это только пережить можно. Семья Кривоносовых помощи от местной власти уже не ждет. Благодарны местным волонтерам. Они также переселенцы из Крыма. Их день начинается с разборки гуманитарной помощи. Диаспора мы из Ротердандан, из Гео-Ладула, Рурбак, Киев. Де, кто едет, вообще без ничего, без речей, там с одной сумкой купят детей. Місцевые мешканцы готовы были допомогти. Викликалися разные диаспори наши за кордоном, которые тоже знали эту проблему, готовы были допомогти. И мы решили таким чином сделать такой пункт. Сейчас у нас нет постоянных партнеров, но у нас есть добрые связки с нашими друзьями из Польши, Сугорщины, Голландии. Вот буквально сегодня мы отримали великий вантаж детей, детей с нашей диаспорой. Департамент социальной защиты помог волонтерам всего лишь предоставлением помещения и гаражей для гуманитарки. Лиля Зинедин, Асан Иминов, Заман, АТР. Крым по-украински. Так назвали сборник, который презентовали в киевском книжном магазине Е. В него вошли 23 новеллы авторов-победителей конкурса «Крым по-украински». Сергей Левтер – автор новеллы «Остеп Крым». Родом из Крыма. Последний раз был на полуострове во время референдума в качестве журналиста. В центре внимания новеллы собака по кличке Крым, живущая в украинской семье. Мальчик из украинской семьи дружит с крымским татарином Рифатом. Они собираются покинуть полуостров. Собака неожиданно умирает, и мальчики вместе хоронят ее. О том, что Крым никогда не был русским, в своем произведении «Коктебельская загадка мого деда» рассказала Раиса Коктебельская. «Боже мой, нет, братцы, если вы не видели «Коктебель», вы не видели а ничего. Новелла народилась не с одного момента, а как пазлик склалася. И, конечно, там есть и крымско-татарские какие-то назвы. Я просто хочу наголосить, что никакого отношения, никакого, будем сказать, отношения до Крыма Россия не мала бы, не мала бы, как бы не завоевала своего часа его». В сборник также вошла новелла Мавиле Ягияевой «Вина родився в Крыму» об истории депортированных крымских татар, посещавших Крым в советские времена. Правда, самого автора не было. Это все новости на этот час. Хорошего вечера. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова